Без крова остались 8 человек. Дом на польском спуске 5 разрушается ежеминутно. В четверг 25 июня в конструкции появились новые трещины, которая сдвинула газовое оборудование. Теперь дом обесточили и отключили от газа, а отселить могут только тех, кому удалось оформить документы. Это одна женщина, которая работает дворником уже 10 лет, а вот ее мужу прописаться здесь не удалось. Теперь он не знает, куда податься. Ивана Герасимчук продолжит тему. Разрушенные стены и просветы в лестнице просто на улицу. Это перманентное состояние подъезда, где живет сразу 4 семьи с малолетними детьми. К слову, после очередного обрушения стены в этом доме новое жилье предложили только одной женщине. Или наложу на себя руки, или привяжу себя там возле Домской, пусть они... Обращу всем внимание всей Украины на этих случаях. Александр прожил более 10 лет в этом доме. Здесь живут его дети и уже даже внуки. Мужчину поселили сюда как дворника, но оформить документы на служебное жилье ему так и не удалось. При каждой попытке лишь кормили завтраками. Теперь у него два выхода – остаться в руинах или жить под открытым небом. Мне, что я отработал 15 лет дворником, они обещали, 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 но так и ничего не дали. И вчера они сказали, ну мы можем только жене дать, чтобы жена жила. А вы нам не нужны. Ненужными никому оказались и четверо детей, одному малышу. Всего месяц от роду. Юрист объясняет. Отстоять свое можно, хотя и сложно. Особа, яка зареєстрована або має право користування цим житлом, повинна бути забезпечена соціальним житлом. В разі, якщо особа мешкала в цьому житлі, але не мала відповідних правових підстав та доказів, вона повинна подумати стосовно того, яким чином їй довести цей факт. Я вважаю, що цей факт можна бути довести лише в судовому порядку. Вона повинна зібрати відповідні докази і визнати це в судовому порядку. В жилищно-коммунальном сервісі, говорят, сделали все возможное. Об'есточили дом і відключили газ. Дом є аварійним. Единственное, в ході переговорів з департаментом було предложено відселити квартиру номер два. А остальні? Остальні там не проживають, нету прописки. І тоді чоловіки не займаються відселением. Але вже через кілька часів в жилищно-коммунальном сервісі «Портофранковський» все ж занялись відселением. Було принято решення об відселении. Даним людям було предложено відселення на детську базу віддіху «Мечто» для дальнішого проживання во время заказа експертизы і прийнятия решення по данному дому. Жаль, що містні жителі об цьому не знають.